Когда я встречаюсь с новичками, и до сих пор, и тогда мы встречались с новичками, то моя задача, чтобы человек понял этот бизнес, чтобы он схватил саму идею, чтобы он сгорелся и поверил, что она реальна. Поэтому для меня задача донести до человека смысл этого бизнеса так, чтобы он просто, понятно, без всяких этих самых мудрствований, без красивых слов. И вы знаете, просто обычно я говорю так, знаешь что, здесь есть большие деньги, здесь есть большие деньги, видишь карьерная лестница, но там есть еще 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, 300 тысяч долларов, 400 тысяч долларов. Ты понимаешь, такие деньги за продажу не платят. Значит, в этом бизнесе есть какое-то другое направление работы. Миллион долларов, и мы даже знаем людей, которые этот миллион уже получили. Вы знаете, самое сложное – это про себя рассказывать. Я никогда, когда рассказываю, я не говорю, что я получил. Я говорю, есть люди, которые получили этот миллион, и люди этому верят больше. Потому что если бы я сейчас сказал, да я сам получил миллион, в ухо вастун, блин. И поэтому, что получается? Я говорю, знаешь что, вот видишь, да, там 24 тысячи долларов, там 30 тысяч долларов, видишь, да? Ну, сам понимаешь, что такие деньги за продажи не платят. Значит, в этом бизнесе есть какое-то другое направление работы. Вот, и давай сделаем так. Я сейчас вообще не буду ничего говорить про большие деньги. Я сейчас расскажу, как работает алгоритм, и ты мне сам назовешь, сколько здесь можно зарабатывать денег. Вот такой вариант тебя устраивает? Ну, такой вариант, как правило, всех устраивает. То есть, ты знаешь, что мне про сетевого? Нет. Это вообще обман, это лохотрон, это пирамида. Я говорю, хорошо, я тебе сейчас расскажу, как работает алгоритм, и вот ты, который сейчас говорит, что это лохотрон, ты мне сейчас сам скажешь, сколько здесь можно зарабатывать денег. Такой вариант тебя устраивает? Я не буду Ну говори, сколько здесь зарабатывать можно, ты мне назовешь, сколько здесь можно будет зарабатывать. Подходит такой вариант? Такой подходит. Я говорю, тогда поехали. Когда я начинаю встречу с новичками, я сам перед собой ставлю задачу ответить на пять вопросов. Первый. В чем смысл этого бизнеса? Почему я каждый раз, вот уже 20 лет, я начинаю свою встречу любую с этой фразы? Потому что сколько людей, столько смыслов. Если человек видит смыслом продавать, у него есть заработки такие же. Если человек видит смыслом людей приглашать, у него есть заработки такие же. Вот я сейчас расскажу, в чем я вижу смысл этого бизнеса. Потому что смысл этого бизнеса далеко не в продажах. Откуда деньги берутся? Откуда деньги берутся? Я говорю, ребят, обратите внимание, здесь товара нет. Я ничего не продаю. Более того, если меня что-нибудь попросят, я вам не продам, а деньги есть. Вот откуда они берутся? Такое впечатление, как будто из воздуха. На самом деле я сейчас вам расскажу чисто математически, как работает этот алгоритм. Что надо делать? Что надо делать в этом бизнесе? Что вам надо делать? Потому что я буду рассказывать то, что делаю я. Вам надо делать то же самое. Кто обязан помогать? Обязан. Именно так я ставлю вопрос. Помогать. Почему? Потому что вот этой фразой я хочу показать новичку. И я ему прямо так и объясняю. Я этой фразой хочу показать тебе, что ты будешь работать не в одиночку. В этом бизнесе есть люди, которые заинтересованы в твоих результатах. Причем не просто заинтересованы, а материально заинтересованы. То есть ты зарабатываешь тысячу рублей, мне платят 5%. Ты зарабатываешь тысячу долларов, мне платят все те же самые 5%. Ты зарабатываешь 10 тысяч долларов, мне платят все те же самые 5%. То есть мне материально выгодно, чтобы ты зарабатывал много. Знаете, для новичка это очень важно. Это очень важно понять, что на самом деле он не в одиночку будет биться, а кто-то будет его сопровождать, кто-то будет ему помогать, кто-то будет ему поставить плечо, кто-то будет членом его команды. И он войдет тоже в команду. Ребята, это командный бизнес. Что будет в результате? О каких заработках идет речь? Потому что если цена вопроса 100 долларов, спрашивается, а есть ли смысл огород городить? И для новичка очень важно понять, о каких заработках идет речь. Что будет в результате? И вот они мне на этот вопрос отвечают, сколько здесь можно зарабатывать денег. Моя задача пройти все эти пять вопросов. Чтобы объяснить людям, в чем смысл бизнеса, я обычно рисую вот такую картинку. И так у них так и спрашивают, красиво? Ну какое оно красиво? Как получится такое это самое? Я говорю, это компания. Это компания, которая имеет свою продукцию. Мне сейчас говорят, какая компания нарисовала такую бесформу. Я сейчас говорю о смысле бизнеса. Не о смысле Арифлейм, а о смысле бизнеса. Потому что вот это вот, вот это вот. Это люди, которым продукция нужна. Фирма, которая имеет продукцию, люди, которым продукция нужна. Но оказывается, мало придумать товар, мало его изготовить. Его надо еще реализовать. Вот здесь вот посредине находимся мы. Люди, которые хотят зарабатывать. Вот так все просто, честно и откровенно. Мы не сотрудники компании, мы просто с этой компанией делаем свой бизнес. Потому что сама фирма палец о палец ее ученивала для того, чтобы реализовать свою продукцию. Это значит, что она выложила на нас согласно за это платить деньги. Очень часто, когда люди увидят товар, первая реакция – продавать надо. А некоторые говорят, я не хочу продавать, я не люблю продавать, я не буду продавать. Я говорю, ну и дурак. Потому что вся история человечества показывает, что самыми богатыми людьми всегда были кто. И люди сами отвечают – купцы, торговцы, торгаши. Она говорит – продавцы. Я говорю – но, но, но. Вот только не продавцы. Никогда еще не видел продавца богатого. Чем же отличаются купцы от продавцов? Меня там всегда ругало за этот анекдот. Но я вам все равно сейчас расскажу, потому что он очень глубокую пропасть делает между купцами и продавцами. Анекдот такой. Говорят, если мужчина лысина спереди, значит он умный. Если сзади, значит гуляет. У нас чужие подушки все протер, да? Если у мужчин лысина и спереди, и сзади, значит гуляет с умом. К чему я это рассказал? Есть люди, которые продают, а есть люди, которые продают с умом. Купцы, торговцы, торгаши. Они не занимаются продажами. Купцы. Они мыслят большими категориями. Они находят товар, они его транспортируют. Они организуют реализацию. Они организуют реализацию. Они сами ничего не продают. Честное слово, ребята, если вы, ваша команда будет давать мне 70 тысяч долларов товарооборот, честное слово не спрошу, сколько вы сами лично продали. Я понятно объясняю? Купцы, это организаторы. Организаторы всегда зарабатывают больше. Потому что если вот американцы говорят, что лучше получать по одному проценту с работы 100 человек, чем работать одному и получать все 100%, то в бизнесе, вот в Арифлейме, можно сделать так. Это же присказ можно перевернуть по другому. Лучше получать по одному проценту с работы 10 тысяч человек, чем работать одному и получать всего 100%. Я понятно объясняю? Это работа с людьми. Этому надо научиться. Этому учиться надо. Потому что, когда мы с Томилом начали этот бизнес, мы начали его с конца. Что нужно фирме от нас? В чем ее выгода от нас? За что она будет платить деньги? Некоторые говорят, реклама. Говорят, да нихрена им. Им нужен только товарооборот. Чистый товарооборот. Даже если вы без рекламы будете делать товарооборот, они выплатят четко оговоренный процент от любого товарооборота, который появится благодаря вашей работе. Верно? Да. Я не слишком быстро говорю? Хорошо. Я просто пытаюсь быстрее все это проскочить, чтобы как можно больше рассказать. Мы начали думать, как мы можем создать фирму товарооборот. На сегодняшний день я знаю принципиально две схемы создания товарооборота. Большого товарооборота. Меня не интересует 100 долларов. Меня не интересует 1000 долларов. Меня интересуют миллионы. Жить так с королевой. Воровать так... Зарабатывать так миллионы. Начали думать, как мы можем быть выгодной фирмой. В смысле товарооборота. На сегодняшний день я знаю две принципиально различные схемы создания товарооборота. Первый – это классический, линейный, через цепочку посредников. Фирма-производитель. Крупно-вотопосредник. Среди-вотопосредник. Мелко-вотопосредник. Реклама на ценах магазинов. Эта цепочка классическая. Что такое крупно-вотопосредник? Это фирма, которая берет товар за границей. Перетаскивает через границу. Погрузка-разгрузка. Офисерастаможка. Секретарший длинноногий. Накладные рассуды и как минимум 30% своей прибыли. Беспредельной работы не будет. Я говорю, слишком много 30%. Я говорю, да? Но почему-то крупному покупателю 10-15% без ущерба для себя. 30-30, ребят. Потом эта фирма берет средний оптопосредник, который остается по городам этой страны. Мумы, Владивосток, Новосибирск. Накладные рассуды и как минимум 30% своей прибыли. У этой фирмы берет мелко оптопосредник, который остается по магазинам этого города. Гум, ЦУМ, Вайнторг. Не только 30. 50, то есть 70% нарвит рубать. Плюс реклама. Все знают, что такое реклама. Плюс оценка магазина. Все знают, что такое оценка магазина. Самый паршивый в этой ситуации, что каждая из них свои 30% накручивает от предыдущего. Никогда не сталкивать с таким понятием, как сложный процент. Как процент от процента. У нас, ребята, посчитали. От 700 до 1000% входит на прибыль посредников. Если что-то на заводе стоит 1 доллар, то покупать доходит 10 долларов. Тысяча процентов. Сделать еще раз. Схема такая. Очень долго еще не было сделано. Практически до конца 40-х годов. В конце 40-х годов появилась альтернатива этой схеме. Дистрибуция. Когда человек берет напрямую на фирме и отдает на прямую покупательку. За этот год получает 1 раз 30%. И все. Представляете, насколько схватился путь товара, насколько схватилась цена товара. Но дело в том, что когда человек один, то фирма не очень выберет. Две руки, две ноги, 24 часа в сутках. Но когда таких людей становится много, то за эту организационную работу по созданию этой сети распространителей фирма тоже согласна платить деньги. Вот фирма и рефлейм конкретно за эту организационную работу доплачивают еще до 30% от стоимости товара. Причем система продумана так, что каждый раз берет товар напрямую на фирме и отдает на прямую покупательку зарабатывать на 30%. Каждый раз берет товар напрямую на фирме и отдает на прямую покупательку зарабатывать на 30%. Каждый раз берет товар напрямую на фирме и отдает на прямую покупательку зарабатывать на 30%. Все мы в абсолютно одинаковых условиях. Все мы товар берем по одной и той же цене. Константа, константа, константа. Фирма поддает документы по 30% нашей прибыли. И поэтому вот здесь появляется как минимум две возможности зарабатывать денег для всех. Первое – это на реализации товара, и второе – на организационной странице вопроса. Откуда берутся деньги эти 30%? Когда мы товар на фирму покупаем, то мы эти 30% уже платим на фирму. Теперь наша задача их забрать. Как? Товарооборотом. Если мы их не забрали, значит они фирме достают как сверхприбыль. Некоторые говорят, что вам отдают 60%? Вот вам лично отдают 60%? Я говорю, да. А что? Сколько же сам товар стоит? Я говорю, ребят, сам товар стоит столько же, сколько и стоил. Но просто если по классической схеме фирма получала 10% от товарооборота, то сейчас отдавая нам 60%, фирме остается 40%. Понимаете, о чем речь идет? Хорошо, я на пальцах объясню, что такое сетевой маркетинг. Вот эта вот фирма, просто как сейчас расскажу, как прибыль формируется. Вот это день, который хочет получить себе фирму свой продукт. Тут ее прибыль уже заложена. Крупный опытовый посредник, средний опытовый посредник, мелкий опытовый посредник, реклама, наценка магазина. Фирма смотрит, сколько я с товара стоил в магазине по классической схеме продаж. Один из видов наценок она убирает, наш продукт уже получает дешевле, чем на логичном магазине. Она отказывается от услуг всех посредников. От услуг всех посредников. Они сами транспортируют, они сами растамаживают, сами хранят, сами выдают. Прибыль посредников остается, но отсутствует... Нет, наоборот. расходы посредников остаются, но отсутствует прибыль этих посредников. Я понятно объясняю? Значит, еще раз, расходы посредников на растаможку, на транспортировку, на охрану, там все остается, расходы, но прибыль этих посредников ликвидируется. Что они делают после этого? Одни из 30 процентов, которые все равно уходили на прибыль посредников, они дают нам, своим единственным посредникам. Еще 30 процентов они бросают на поощрение хорошо работающих консультантов и все остальные деньги остаются фирме. У фирмы есть деньги открывать новые заводы, у фирмы есть деньги открывать новые препараты, у них есть деньги открывать свои научно-исследовательские институты, у них есть деньги смотреть в будущее. Любой крем, который нам предлагается в продажу, время его подготовки 5 лет. То есть они сегодня работают над тем, что будет через 5 лет у нас технологии. Вы понимаете, о чем речь идет? Это серьезнейшая фирма. Причем это не фирма, которой там верхушки хватает, они сами придумывают, сами изготавливают и сами реализуют. Они полностью хозяева всего процесса. Просто в отличие от других компаний, компания Amway, великолепная компания, но она не изготавливает сама ничего. Она просто берет в одной компанию, в другой компанию, в третью, в четвертую, в пятую. И она зависит от поставщиков, а рисование не зависит. В каждой стране у нее свои цены. То, что у нас, вот в Китае в 5 раз дороже все, в Швеции в 3 раза дороже, в Украине в 5 раз дешевле, а их сами хозяева своих цен. Я понятно объясняю, да? Итак, я вам сейчас рассказал о теории сетевого маркетинга. Я ничего нового не придумал. Это хорошо известная схема, в которой тысячи и тысячи фирм работают уже десятилетия. Кстати, по этой схеме работают алхатроны. Как известно, любую идею можно вести до абсурда. Но есть фирмы, которые честно работают по этой схеме. Мэри Кэй, Септор, Ари Флейм. Есть фирмы, которые честно работают. Но я ничего не сказал. И, честно говоря, если бы это было просто так, я бы этим заниматься не стал. Да, кстати, почему фирма нам платит вот эти 30 процентов? Да, потому что чем больше людей, тем больше товарооборот. Фирме это выгодно, она за это согласна платить деньги. Потому что один человек никогда не произойдет столько, сколько продадут 10 человек. Логично? Поэтому они за организационную работу еще тоже платят деньги. Но, честно говоря, если бы это было просто так, я бы этим заниматься не стал. Идея красивая. Идея красивая. Ну, я говорю, целый полковник. Я 23 года в армии прослужил. Центр управления полетами. Всегда считал себя на острие науки и техники. Я не вижу себя в роли мелкого распространителя и в роли набирателя мелких распространителей. Не вижу я себя в этой. Должна быть какая-то более глубокая идея, чтобы меня этим бизнесом заинтересовать. И вот именно здесь, именно в этом месте нашли очень интересную изюминку, очень интересную грань, на которой мы построили весь свой бизнес, который я сейчас хочу рассказать вам. Интересно? Да, конечно. Тогда внимательно слушайте. Потому что в следующей фразе заложена квинтэссенция всего, чем мы сами занимаемся и что мы предлагаем людям. Договорились? Если вы сейчас эту фразу прослушаете, то весь остальной разговор в пользу бедных. Как-то раз мы с Танилем задумались о том, что когда вот эти люди, которых может быть много, которых может быть на самом деле очень много, берут что-то для себя, а сами для себя, то каждый день покупает автоматично на 300% дешевле. Ну для себя-то. Логично? И в этом бизнесе появляется такое направление работы, как построение организации людей, которые даже для себя что-то покупают, покупают на 30% дешевле и может сделать свой бизнес вот на этих 30% за организационную работу в этой схеме. Еще раз повторить? Как-то раз мы задумались о том, что когда вот этих людей у нас становится много, когда ведь на самом деле становится многое, очень многое, то получаются очень интересные вещи. В этом бизнесе появляется такое направление работы, как построение организаций людей, которые даже для себя будут что-то покупать, даже если для себя будут что-то покупать, то будет автоматически покупать на 30% дешевле. Для себя. И в этом бизнесе появляется такое направление работы, как построение организации людей, даже если когда для себя что-то покупают, покупают на 30 процентов дешевле и можно сделать свой бизнес вот на этих 30 процентах за организационную работу в этой системе. Другими словами, организация потребителей, но организация, организационная работа, вот эта составляющая, на это организационное направление и можно зарабатывать вот эти деньги. Эти отдать им, отдаете прям им, это ваша будет экономия, потому что экономия это тоже доход. Если у вас что-то появилось, потом могу вам рассказать просто как это делать. Если вы провели встречу с человеком, например, он отказался, не пошел с вами работать, то есть есть два направления в этом бизнесе. Первое – это приглашать на бизнес сразу. Но, как вы знаете, не все люди согласятся на бизнес пойти. И можно сделать его клиентом. Зачем? Объясню, чтобы потом сделать его консультантом. Потому что самый хороший консультант – довольный клиент. Вы уже проделали огромную работу, когда ему рассказывали все это дело. Чтобы это все пузырем не кончилось, делаем его своим клиентом. Почему? Потому что он все равно умоется. Вы все равно для себя что-то покупаете. Говорят, хорошо, ты не хочешь работать, давай выбирай себе, что тебе. Я себе все равно буду покупать, давай и для тебя возьму. Делаем его клиентом. Причем клиентом постоянным, клиентом со скидкой может быть. Я тебе 5% скидку даю даже. Вот от этой цены. Вот от этой. Нет, ты мне вот от этой дай. Я говорю, ты знаешь что? Поехать на фирму, сделать заказ, доставку – это все денег стоит. То, что я приехал домой – это тоже денег стоит. Поэтому сейчас будем играть по правилам. Правила игры ты знаешь. Здесь я сейчас на тебе буду 30% зарабатывать. Прямо в лоб ему говорите, что я сейчас на тебе буду 30% зарабатывать. Знаете, как их коррежат? Ну ладно, говорю, 5% скидка. Если много будешь брать 10% скидка, то больше не могу дать, что все это денег стоит доставить тебе товар. Если бы ты сам брал, пожалуйста, ты будешь иметь 30%. Еще раз. Как-то раз мы задумались о том, что когда этих людей много, когда этих людей становится очень много, то… Получается очень интересная вещь. Получается очень интересная вещь, да. Причем на самом деле люди мыслящие, они прямо сразу эту мысль ловят. Что, подожди, я просто за чисто организационную работу они будут что-то покупать, а мне будут деньги платить? Да. Почему? Да потому что один человек никогда не продадут столько, сколько продадут 10 человек. Но 10 человек никогда не продадут столько, сколько сами для себя купят тысячи человек. Тысяча человек по одному шампуне – это тысяча шампуней. Само столько никогда не продашь. Тысяча человек по одной помаде – это тысяча помад. Само столько никогда не продашь. Тысяча человек по одной программе для ног, для рук, для тела, для лица, для волос, для ногтей. Само столько никогда не продашь. Сколько они просто даже для себя купят. В России сто пятьдесят миллионов населения. Шампунь качается через месяц. Каждый месяц 150 миллионов шампуней, а у нас еще 60 стран есть. Мы имеем право работать в 60 странах. Греция, Болгария, Венгрия, Чехословакия, Турция, весь СНГ, Швеция. Я понятно объясню? Чисто организационная работа. Чтобы немножко проиллюстрировать возможность такой работы, возможность такого подхода. Я просто сейчас приведу вам такой пример. В ноябре месяце 1998 года, ноябре 1998 года, сразу после кризиса 1998 года, в августе случился кризис, в ноябре месяце, у Томила Полежаевой, есть такой человечек на фирме «Эрифлей». Вот таким методом была построена организация, которая составляла на ноябре месяце 150 тысяч человек. Ежемесячный товарооборот и организация составляла сумму от 3 миллионов долларов в месяц до 6 миллионов долларов в месяц. Почему такая разница? Это январь, это декабрь. Бизнес, на самом деле, сезонный. 3 миллиона долларов в месяц – это очень серьезная сумма для любой компании. 3 миллиона в следующем месяце – опять 3 миллиона, в следующем месяце – опять 3 миллиона – это очень серьезная сумма для любой компании. А давайте вместе с вами посмотрим, что на самом деле означает 3 миллиона долларов. Оказывается, 3 миллиона долларов у нас означает, что просто каждый из этих 150 тысяч человек делает ежемесячную закупку на 20 долларов. Можете проверить. Так я новичкам рассказываю. Так я новичкам рассказывают можете где-то ошибся не знаю подскажите ну или все равно ведь не все 150 людей начнут работать 150 тысяч да я говорю правильно половины работы не будет значит остальные делают на 40 долларов чем когда я говорю на 40 долларов в среднем я имею 200 на 2 доллара кто-то на 200 уж я играю статистику тоже скажите сами если вы будете 150 тысяч там будет ли как бы для себя просто пользоваться на 30 процент дешевле там буду я буду дарить подарки там будут люди будут продавать хоть колу говоришь все равно будут продавать там будут люди которые будут строить ну приглашать людей там будет ли грубо строить организации там будут ли кора все это вместе будут совмещать и пользоваться и дарить подарки и выполнять заказы и приглашать людей и строить организации будут которые будут носиться как бизнесу на себя для меня бизнес это не продажи для меня бизнес это Создание групповых товарооборотов. Для меня бизнес создания 3 миллионов долларов в месяц. Я понятно объясняю? Вот там была мечта. Построить организацию в 1 миллион человек. Смотрите, я ноль приписываю. Скажите мне сами, что с этими цифрами изменится? А с нашей зарплаты? А с нашей зарплаты? Ну смотрите, какая произошла интересная. Перевертыш. Мы сейчас уже говорим не сколько мы заработаем, продадим на тысячу долларов. Мы говорим сколько мы заработаем, у нас будет организация в тысячу человек. Потому что элегантным движением руки этот бизнес. Из бизнеса продаж, из бизнеса работы с продуктом, из бизнеса работы с клиентом. Элегантным движением руки перешел к бизнесу работы с людьми. Это совсем другая работа, совсем другие техники, совсем другие технологии, совсем другие зарплаты. Прошу прощения. Я грамотно излагаю? Я рассказал смысл этого бизнеса? Оказывается, он далеко не в продажах, он вообще не в продажах. Продажа – это просто один из наших доходов и не основной, дополнительный. Вот в чем смысл этого бизнеса. Хорошо, по-другому расскажу. Скажи, можем себе представить, что у нас уже есть организация в тысячу человек? Виртуально. Можем представить? Можем, да? Давайте представим, что каждый участник нашей команды, тысячи человек виртуальные, покупает для себя один шампунь в месяц. Сколько стоит шампунь, который не стыдно пользоваться? Где-то 150-200 рублей. Ну, чтобы еще было проще, 150-200 – это где-то 3 доллара. Чтобы было проще. Значит, итак, 3000 человек наша виртуальная организация покупает себе по одному трехдолларуум шампунь. Сколько фирма получает товарооборот? Неправильно. Обычно говорят – 3000. Неправильно. Нет. Просто каждый из них, как участник этой системы, покупал на 30% дешевле. То есть люди покупали трехдолларовый шампунь за 2 доллара. Людям выгодно? То есть я иду к своей выгоде через выгоду других людей. Итак, фирма получила товарооборот 2 тысячи долларов. Чтобы получить свои 2 тысячи долларов, фирма согласна выпить обратно 30%. Кто может быстро посчитать 30% от 2 тысяч долларов? 600 баксов. Я взял только один шампунь и уже 600 баксов в кармане. Я взял только один шампунь и 600 баксов уже в кармане. А в следующем месяце опять у него шампунь уже кончился. А в следующем месяце опять. И так пока люди мыться будут. А люди моются, даже во время войны. Люди моются по любому курсу доллара. Я взял только один шампунь. То есть получается, что моя чистая организационная работа в фирме очень выгодна. Я с ней согласна платить деньги. А там еще есть программа для рук, программа для ног, программа для тела, для лица, для волос, для ногтей. Маленькие упаковки мало стоят. Маленькие упаковки быстро кончаются. Очень хорошо для бизнеса. Понимаете? Вот некоторые фирмы работают с дорогим продуктом. У нас, говорят, дорогие продукты, у нас дорогие вот эти 30 процентов, у нас большие заработки. Я говорю, как ты объясняешь людям, что они должны покупать дорогие продукты? Он говорит, я бы расскажу, что потом полтора года покупать ничего не надо. У нас экономный продукт. Я говорю, дурак, он мне говорит, за полтора года на одних помадах только больше денег принесет, чем 150 долларов. Понимаете, люди недооценивают игру вот этих вот чисел, игру мелочевки. Они даже не задумываются о том, что самые большие деньги делаются именно на молочевке. Соль и спички, хлеб, туалетная бумага. Но для всех подоступны цены, которые все время заканчиваются. Что может лучше косметики быть вот для этой схемы? Я смогу сказать, хлеб и водка. Представляете, хлеб на водке, да? Обязательная закупка каждому три ящика в месяц. Бизнес, вот. Но через три месяца все в Кащенко. С белой горячкой. А тут, знаете, есть фирмы, ребята, просто задумайтесь об этом. Есть фирмы, которые работают с продукцией искусственно созданного потребления. С продукцией искусственно созданного потребления. Тебе нужны эти таблетки? Да не нужны. Тебе нужны эти таблетки? Да не нужны. Тебе нужны, ты просто пока еще не знаешь, потому что не нужны. Другое дело, строить бизнес с продукцией, которые всем понятны, всем нужны. Туши, помады, шампуни и пены для ванны. Уход за ногами, руками, телом, лицо, волосами. Легко строить, приглашать в этот бизнес. Мне все понятно. Продукция понятная. Понятная продукция для них, продукция для них. То есть легко меня приглашать. Даже последним людям, которые приходят, им тоже легко работать с этой продукцией. Не надо зубрить, тратить время, огромное время на то, что научить Формулу-1, Формулу-2, Формулу-3. Время есть? Есть? Много, да? Ребята, кто схватил идею этого бизнеса? Еще раз, в чем смысл этого бизнеса? Смысл бизнеса не в продажах, смысл бизнеса не в предложении людей. Смысл бизнеса в создании групповых товарооборотов. Еще более того, как правило, для людей основное препятствие, основное препятствие людей в этой системе – это где взять тысячу человек. Вот это основное препятствие. Нет у меня столько знакомых. У меня всего три человека знакомых, все три коллеги, все три не моются. Я говорю, классно, все люди моются, твои нет, мои не моются. Я говорю, слушай, познакомь меня с этими людьми, хочу посмотреть на людей, которые не моются в наше время. Вот. Ну и потом, понимаете, ребята, вот как раз вот это, как раз вот этот вопрос, где взять тысячу человек, как раз и является нашей профессией. Как раз вот это конечно. Более того, мне очень часто говорят, что компания Reflame – единственная. Это есть еще L'Oreal, Garnier, Lancome, Vrusha. Почему я должен пользоваться именно Reflame? И я им отвечаю, что мало ли, ребята, того, что классические компании – гиганты этого бизнеса. Ребята, понимаете, я никогда ни про одну продукцию, ни про одну компанию говорить плохо не буду. Почему? Потому что, если бы они были плохие, их бы давно уже с рынка конкуренты вытеснили. Все компании хорошие, просто своим временем существование уже доказано, что они хорошие. Вот. Но чем Reflame лучше их? Те компании зарабатывают здесь деньги, в России, а нам вместе с собой не дают возможность зарабатывать. Reflame сам зарабатывает, и нам, каждому из нас, предоставляет возможность зарабатывать деньги. Только одним этим он уже лучше. Понятно, да? Те другие, там, Lancome, тебе предлагают зарабатывать? Ну, они мне скидки дают. Понятно, кроме скидок еще можно зарабатывать? Вот. Потому что сейчас просто поговорим еще о каких суммах идет речь. Потому что все это весело, все это здорово, все это копеечная вроде бы помада. У меня один человек просто говорит, вот у нас там в Цептере, вот у нас там продал кастрюлю, заработал сразу там 500 баксов. А у вас, говорят, продал мочалку, и где? Я говорю, ты понимаешь, чем дело? Если ты говоришь про продажи, то ты прав. Если мы с тобой говорим про сетевой маркетинг, то мы должны себе очень четко отдавать отчет, что нам платят деньги не от цены товара, а от объемов реализации. Сколько дорогих Цептеровских продуктов можно продать? Сколько моих мочалок? Где взять тысячу человек? Это основное препятствие для большинства людей. Но как раз это является нашей профессией. Потому что, вот что меня больше всего расстраивает, что 90 процентов людей, которые даже уже подписали контракт с компанией Арифлейм, они сами не поймают, куда они попали. Для них Арифлейм это единственная возможность взять что-нибудь подешевле, отдать подороже, получить разницу. О том, что здесь можно зарабатывать другие деньги, люди даже не задумываются, они даже не догадываются, они даже в эту сторону не думают. Почему? Ну, поэтому говорят, что в этой жизни должны быть каждому человек повести в три раза. У кого родиться, у кого учиться. И на ком жениться. Итак, 90 процентов людей вообще не понимают, куда они попали. Из тех 10 процентов, которые все учат, причем мы готовы с ним работать, готовы рассказывать, объяснять, помогать, они просто не приходят навстречу. Что у нас будете учить? Продавать мы и сами умеем. О том, что мы говорить им будем, они даже не догадываются, они даже не задумываются, они даже не понимают, о чем будем говорить. Но они не придут навстречу. Почему? Потому что они думают, что они все знают. Из тех 10 процентов, которые все же приходят навстречу, то 8 процентов из них начинают вот эту задачу решать в лоб. Они получили знание, тысячу человек. Начинают сразу думать, где люди? На улице. Начинают раскидывать листовки, давать объявления, хватать людей за руководством. Я считаю, что так работают дилетанты. Так работают люди, которые не понимают смысла этого бизнеса, которые не читали вот этих книг. Потому что с конца 40-х годов еще многие люди уже набили свои шишки. Они написали книги, как бизнес делается, как нельзя делать, как ни в коем случае нельзя. Помните, сколько я вам вчера книг перечислил? Сколько? 15. Ты что, серьезно? 16. В следующий раз продолжу. Хорошо, список? Значит, на самом деле список неисчерпаемый, потому что у меня дома 8 полок вот таких вот, полностью 8 полок, посвященных только литературе по этому бизнесу. Лидерство, команда образования, несгибаемость, непобедимость, харизма, судьба – это все из нашего бизнеса, это все про наш бизнес. Читайте как можно больше, учитесь как можно больше. Не надо ничего придумывать. Здесь есть уже люди, которые набили свои шишки, написали книги. Просто учиться надо. Потому что я сейчас отталкиваюсь от рекомендаций этих людей. Могу противостоит, как любой человек, имея в виду трех человек знакомых, может построить свою организацию в тысячу человек без листовок, без объявлений, без схватания разрукованной улицы. Интересно? Поехали? Итак, здесь я нарисую то, что я хочу получить, чтобы не забыть. А то бывает так, что начнешь от печки, окончаешь за упокой. Я хочу построить организацию в тысячу человек. Почему в тысячу? Потому что если я пойму, как надо строить организацию в тысячу человек, то как построить две тысячи – это просто вопрос времени. правильно? Три тысячи – вопрос времени. Десять тысяч – это вопрос времени. Причем, ребят, уверяю вас, уверяю вас, что самое сложное в этом бизнесе – построить первую команду в 50 человек. Объяснить почему? Потому что потом уже они начинают строить свои команды. И вы даже не знаете их знакомых, а знакомых знакомых вообще не представляете. Когда мы с Томилой начинали, мы начинали только в Строгино. Но у нас выяснилось в Подольске, в Чкаловске, в Можайске, в Клину. Сейчас у нас во Владивостоке, сейчас у нас во Вьетнаме, сейчас у нас в Монголии. Лидер Монголии наш. Лидер Китая наш. Лю Хуирон. А разве в Китае можно? Да. Нельзя. Но она из нашей организации. Через Монголию. Через Монголию. У нас есть лидеры Мексики. Это закон семьи контактов. То есть есть такой закон, который говорит, что через семь контактов можно выйти на любого человека в мире. Даже на Обаму, даже на Путина. Всего семь, седьмой будет уже Путин. Там уже не обсуждается. Итак, тысяча человек. Мне нужна тысяча человек. Для того, чтобы показать, как это рекомендуют строить люди, которых это уже набили свои шишки, которые написали книги, я воспользуюсь критерием устойчивости этого бизнеса. А критерий устойчивости звучит так. Если вы пришли в этот бизнес, если вы хотите быть неустойчивым, то вы на три поколения должны учить свою организацию делать то же самое, что умеете сами. Непонятная фраза. Сейчас немножко по-другому объясню. Я знаю, что я хочу получить. Я хочу получить тысячу человек. Я пока не буду говорить про тысячу человек. Скажите мне сами, реально в этот бизнес пригласить не надо тысячу? Всего двух. Всего двух человек, которые для себя что-то покупают, покупают на 30% дешевле. Реально? Если я это сделал, могу я их научить делать то, что я сам уже сделал? Могу я их научить пригласить их двух знакомых? А теперь еще раз внимательно слушаем критерий устойчивости. Если вы пришли в этот бизнес, если вы хотите быть в нем устойчивым, то вы на три поколения, вы, это значит я, это значит я, это значит я, должен учить людей делать то же самое, что умеете сами. Сами двух. И так на три поколения. Критерий устойчивости. И выясняет, что вот это вот эта работа. Это работа встречаться, любит объяснять, помогать, отвечать на вопросы. Любая работа должна быть оплачена, иначе я просто делать не буду. Что же придумала компания Reflav, чтобы нас заинтересовать вот эту работу делать? Они нам предлагают, они нам предлагают, выплачивается. Товарооборот лидеров первого поколения выплачивает нам 5% от всех денег, которые принесли на фирму. Не люди платят, фирма платит. На расстающих домах с первого часа по 31-го они подсчитывают весь товарооборот, который принес этот человек, и в конце месяца 5% просто на счет в банке. Стоварооборот тренеров второго поколения фирмы Reflav мне платит 2%, чтобы мне было выгодно помогать им приглашать, чтобы помогать их обучать. Этим ребятам фирма платит 5%, кого они сами пригласили, и 2% им пригласили. Этим ребятам фирма платит 5%, кого они сами пригласили, и так на всю глубину. Если человек пришел даже вот здесь, он получает 5%, кого он сам пригласил, и 2% покупаем любую баночку, а там уже 7% заложено на поддержание всей этой структуры. Всей структуры, на всю глубину, хоть тысячи человек, хоть 50 тысяч человек. В каждой баночке просто заложена цена на возгнаждение. Казалось бы, все просто. А давайте посмотрим, что получилось. Я пришел сюда один, я пригласил всего 2 человек. Каждого из них я научил по 2 человека, 4. Каждого из них я научил по 2 человека, 8. Каждый из них я научил по 2 человека, 16. Целька интересная вещь получилась. Я пришел сюда один, я пригласил всего 2 человека, проделал работу, а получил команду больше 30. Можешь посчитать. Потому что оказывается, И фирме все равно, как они приглашены. Вот так они приглашены или вот так они приглашены. Фирме нужно тысяча потребителей. И гораздо проще, гораздо больше людей там находится в глубине. Работа с людьми. А если я приглашаю двух человек от трех, и каждому из них лучше по три человека. Три, девять, двадцать семь, восемьдесят один. Как вам нравится разница? А настоящая разница на одного больше. Так это же геометрическая прогрессия. Я говорю, здравствуйте, узнали? Потому что обратите внимание, я из рукава ничего не вынул. Я никого не обманул. Я просто знаю, что я хочу получить. И для того, чтобы получить то, что я хочу, я иду кратчайшим путем, используя хорошо известные математические законы. Да, геометрическая прогрессия. Но я иду кратчайшим путем к максимальному результату. Можно посчитать ее для четырех человек, можно для пяти. Вот мне про пять очень нравится. Я не буду рассказывать про шесть человек, а даже знаю почему. Потому что есть другой закон, закон управления, который говорит, что больше, чем пятью человек на армены управлять нельзя. Ну, закон управления говорит так, пять плюс-минус два. От трех до семи. Ну, вся вот система, вот структуры, любая геометрическая структура принимает периметальный вид. У каждой пирамиды есть свои законы. Армия, тоже пирамида. В каждой дивизии три полка, в каждом полку три батальона, в каждом батальоне три роты, в каждой роте три. Почему? Да потому что оптимально для управления. Я понятно объясняю? Не нужно, шесть, пять. Я даже не буду рассказывать про плюс-два. Просто давайте на пять остановимся. Значит, я пришел сюда один. Я пригласил сюда пять человек своих знакомых. А пять человек знакомых у меня, например, есть. У меня есть пять человек знакомых. Я говорю, у кого есть пять человек знакомых? К замечкам прям обращаюсь, говорю, у кого есть пять человек знакомых? Все поднимают руку. Если кто-то не поднимает, я говорю, ага, значит, у него больше. Потому что пять человек знакомых у каждого из нас есть. Но у каждого из них тоже есть свои 5 человек знакомых, а я, именно я, если такую работу выбрал, помогу их заинтересовать. 25. У каждого из них тоже есть свои 5 человек знакомых, а я, именно я, если такую работу выбрал, помогу их заинтересовать. 125. У каждого из них тоже есть свои 5 человек знакомых, а я, именно я, если такую работу выбрал, помогу их заинтересовать. 625. Итак, я пришел сюда один, я пригласил еще 5 человек своих знакомых, я проделал работу. Посмотрим, что получилось в результате. 625, 125, 750, плюс еще 30, 780 человек. Что я хотел получить? А что я получил? Я даже не буду рассказывать, сколько там следующего поколения. Это бизнес так задумывается, как бизнес для потребителей. Люди пользуются, соответственно, 30% дешевле, им нравится, рекомендуют своим друзьям, те пользуются, 30% дешевле, рекомендуют своим друзьям, те своим, и бизнес пошел работать. Он теперь так называется – бизнес рекомендации. Бизнес для потребителей, бизнес рекомендации. Они ничего не продают, они просто рекомендуют продукцию. Серьезные люди, серьезные люди, которые привыкли мы с категориями эшелонов. Опять шло он туда. Вот это бизнес. Семь эшелонов оттуда. Вот это бизнес. Вагон загнал – это круто. А здесь, говорит, какая-то мелочевка. Ну, купит они. Каждый для себя. Каждый понемножку. Каждый чуть-чуть. Ну, 100 долларов. Ну, и где здесь деньги зарыты большие? Он в Америке задумывался. Там 100 долларов не деньги, поэтому так прозвали. 100-долларовый бизнес. Мелочевка. Несерьезно. Денег там больших нету. Я говорю, несерьезно? Мелочевка? 100-долларовый бизнес? Нету больших денег? А давайте посмотрим, что будет, если каждый из этих людей сделать закупленный самый 100-долларовый бизнес. Через нашу организацию прокатывается товарооборот. Кто умеет быстро считать? 78 тысяч чего? А мне там что-то обещали вернуть. Кто может быстро посчитать 5 процентов от 78 тысяч долларов? 3 тысячи 900. 3 тысяч 900 чего? Достаточно будет в месяц для начала зарабатывать? Я не оговорился. Именно для начала. Именно для начала. Потому что когда мы с вами свою пятерку научили на три поколения, после этого берем следующую пятерку. А потом следующую пятерку. А потом следующую пятерку. И обратите внимание, я пока ни слова не говорил про продажи. Самое удивительное, я ни слова не говорил, ни про продажи. Никто ничего не продает, а деньги есть и зарплата есть. Обычно люди говорят, Владимир, но ведь кто-то это должен продавать. Иначе откуда деньги-то возьмутся? Я говорю, а почему вы не считаете, что мы, мы, каждый из нас, каждый, пускай на 30 процентов дешевле, но с этой денежной фирмы приносим, и фирма получает то, что ее интересует. Потому что, оказывается, наши покупки для фирмы являются продажами. Потому что, оказывается, нам деньги здесь платят не за то, что мы продаем товар, а за то, что мы организовываем вот этот товарооборот. Здесь нет черной кости, нет белой кости. Ты будешь зарабатывать, а я буду деньги получать. Здесь каждый стоит на вершине своей пирамиды. Каждый получает деньги за свою работу. И сплошь и рядом этот бизнес, когда нижний зарабатывает больше, чем верхний. Объясняю. Вот этот человек пригласил трех, а вот этот человек пригласил 15. Кто больше будет зарабатывать? Как потопаешь, так и полопаешь. Нету блата, нету мамы, нету папы. Каждый человек, что стоит, вот здесь очень хорошо проявляется. Кстати, да, фирма, которая все это придумала, это не фирма Reflame, потому что первые компании начали работать в конце 50-х годов, а фирма в 67-м, он только начал работать. Но первые компании, которые начали работать медом, они были умные компании, поэтому они говорят, ребят, все это здорово, они о нас заботятся, они говорят, все это здорово, все это великолепно. Он говорит, это на самом деле смысл ту бизнеса, это на самом деле идея этого бизнеса. Ну а что, если у вас этой команды пока нет, вам что зарабатывать не надо, фирма-то умная была. И поэтому фирма говорит, ребята, это на самом деле смысл ту бизнеса, это на самом деле идея этого бизнеса. А вот если вы, каждый из вас дополнительно к этой идее будете что-то дополнительно продавать, мы за это будем дополнительно доплачивать. И вот почему-то большинство людей вот этот дополнительный визар здесь принимает за единственный, основной. Как только получают доступ к оптовым ценам, начинают к сумкам, коробкам, узлами, мешками таскать. Они не зарабатывают этих денег, потому что для этого ничего не делают. Не потому, что они глупые, а потому что им кто не рассказал, что 30% с розницей только один из наших заработок. Не основной, а дополнительный. Когда я говорю про большие заработки в этом бизнесе, я имею в виду вот эту работу. Вот эту работу. Я имею в виду вот эту работу. Потому что, ребята, подвожу черту. Если работать вот таким методом, именно вот таким методом, о каких здесь заработках идет речь? Сколько здесь можно зарабатывать? То есть вы представляете? Люди, которые вообще ничего не знали про этот бизнес, вдруг они мне сами говорят, ну не берем сегодняшнюю территорию, новички смотрят и говорят, неограничено. Если работать по этой идее. Потому что, знаете, многие люди, они как бы работают сразу в одновременно в местных компаниях, потому что они, ну все равно клиентам идем, говорят, не из этой компании, так из этой чего и купят. Это люди, которые никогда не будут богаты, потому что ни в одной компании они не работают в том направлении, где на самом деле заложены большие деньги. Во всех компаниях они работают в дополнительном секторе. Дополнительные заработки никогда не бывают большими. Когда я говорю про большие деньги, я имею вот эти деньги, я имею вот эту работу, я имею вот эту зарплату. Идея понятна? Это сверхидея. Это то, к чему мы стремимся. Этому надо учиться. Как это сделать? Как съесть большого слона? Каждый раз откусываю по маленькому кусочку. Как сделать, преодолеть большую дорогу? Сделать первый шаг. Это единственный бизнес, которому можно учиться по ходу работы. Это единственный бизнес, которым нас не наказывают за ошибки. Потому что к этому человеку мы всегда можем вернуться позже, когда мы приобретем опыт. Это единственный бизнес, обратите внимание, Маргарита придумала. Это единственный бизнес, в котором уже для каждого из нас есть место бриллиантового директора. И подсиживать никого не надо. Там для вас уже, для всех нас уже есть место бриллиантового директора. Надо только проделать эту работу. В отличие от классического бизнеса, где много подсиживают, подставляют, завидуют, мешают, завидуют. Здесь для каждого человека уже есть свое место бриллиантового директора. Не надо никого подсиживать, не надо никого смещать, не надо никого. Уже все есть. Единственный бизнес, в котором люди радуются за результаты других людей. Вот Ирина Кашин сейчас радуется, откровенно радуется за Альбинку Хафизову. Почему? Да потому что она в наше время делает новые результаты. Если будут делать то же самое, у меня тоже будет рост. Новые результаты это просто показывает о том, что дорога открыта. Я понятно объясняю? Новая кровь, она показывает о том, что на самом деле даже новички, они уже пришли позже нас, но у них почему-то результата больше, чем у нас. Может нам что-то тоже переделать? Они нам показывают, что причина не в компании, причина не в ценах, причина не в зарплатах, причина не в людях, причина в нас самих. Я уже три года в бизнесе, пришел какая-то скотина, блин. Уже вышел на 9%, а я на 3% сижу. Вывод нечестно работает. А он, сволочь, берет на следующем месяце, у него уже 15%. Потом раз, а приходят сюда потребители, знаете, тоже. А люди пришли уже после них, и вдруг становятся директорами, становятся золотыми директорами, начинают ездить за границу. В этом году кто знает, куда поедут золотые директора? Круиз по Средиземному морю. Кто хочет круиз по Средиземному морю? Кто поедет? В следующем году, Япония, во время цветения сакуры, в апреле, во время цветения сакуры, не просто так, не халявщиков, тех людей, которые заработали этот результат, которые заслужили поехать в Японию, здесь как бы звание догоняет наши реальные заслуги. Здесь эти поездки, они вознаграждаются за достижение результатов. Не за дорогу к результатам, а за достижение результата. Я понятно объясняю? Но это делать надо, понимаете? Это делать надо. Что компания получает? Что взамен компания получает? Она получает 78 тысяч долларов. И чтобы получить свои 78 тысяч долларов, они должны выплатить обратно 7%. Я понятно объясняю? Значит, и так. Я сам перед собой поставил задачу ответить на 5 вопросов. В чем смысл этого бизнеса? Понятен вопрос? Откуда здесь деньги берутся? Понятен ответ? Да. Что надо делать? Ясно? Ясно. Кто обязан помогать? Нужно. Понятно? Помните, я говорю, научитесь, чтобы иметь своего спонсора, научиться его иметь. Но чтобы заслужить право его иметь, надо заслужить право его иметь. Кто обязан помогать? Понятно. Что будет в результате? Все понятно? Что мы предлагаем? Что мы предлагаем конкретно в этой схеме? Когда я человеку все это рассказываю, я говорю, понятно? Понятно? Начинаем? Начинаем. Нравится? Нравится. Начинаем? Начинаем. Я говорю, давай с тобой сразу договоримся, что первая встреча с твоими друзьями. У тебя так не получится, как у меня. Твоя задача, просто пригласить своих друзей. Я буду рассказывать. Почему? Потому что если твои друзья хорошо к тебе относят, они все равно к тебе начнут задавать вопросы. Как ты деньги получаешь? А как налоги платишь? И ты не знаешь, чего ответить. Вот они скажут, сначала сам... Именно так. Именно так. И поэтому, возвращаясь опять к своей фразе, научитесь иметь своего спонсора. Давайте мы сразу договоримся, что первая встреча с твоими друзьями у тебя так не получится, как у меня. Ты только приглашаешь своих друзей, я буду рассказывать. А ты просто посиди рядом, посмотри, как это ты должен делать. Просто сиди и слушай. Помогать мне не надо. Сиди и слушай второй раз. Ты уже знаешь, о чем речь идет. Сиди и слушай второй раз. Потому что когда я им расскажу то же самое, то же самое, я у них спрошу. Понравилось? Понравилось? Начинаем? Начинаем. Давайте сразу с вами договоримся, что первая встреча с вашими знакомыми у вас так не получится, как у меня. Так, продолжаем. Значит, итак, твоя задача пригласить друзей, я буду рассказывать, а ты просто посиди рядом и посмотри, как это ты должен делать. Ты, кстати, второй раз посиди. Ребята, понравилось? Понравилось. Начинаем? Начинаем. Давайте сразу с вами договоримся, что первая встреча с вашими знакомыми у вас так не получится, как у меня. Ваша задача просто пригласить своих друзей, я буду проводить встречу. А ты просто посиди рядом, посмотри, как ты должен делать. Ты, кстати, второй раз посиди, а тоже третий раз посиди. Ребята, понравилось? Понравилось? Начинаем работать? Начинаем. Давайте сразу с вами договоримся, что первая встреча с вашими знакомыми у вас так не получится, как... Ты сколько раз это все слышал? раз-два-три-четыре попробуй ты не волнуйся я здесь рядом скобочках сижу стараюсь молчать то что очень тяжело молчать и про тебе блины пекут . когда человек делает что-нибудь первый раз это целая песня зуб спотыкается и заплетается что-то пять раз одно и то же расскажешь а что-то вообще забудь рассказать но когда этот человек делает это второй раз уже легче на десятый от зубов отскать на тысячный свободно владея материалом обучение происходит обучение людей я тебе не буду рассказывать как этот бизнес делать и я тебе прям покажу давай вид своих знакомых я там на них тебе покажу что ты должен делать а думай каждый раз идем и сами все рассказываем я же не дурак что я своими словами не расскажу не расскажешь телефон был не расскажешь происходит обучение людей причем учения не в теории обучения в бою обучение в поле эти не буду рассказывать без делать я тебе покажу вами твоих людей я прям на них тебе покажу как бизнес делается а по ходу по ходу что происходит ребята я сейчас объясню что происходит когда через первый раз слушает всю эту информацию получается эффект студента все понимает ничего сказать не может как собака помните все понимает рассказать еще не может знаете этот эффект да студенческий все книги прочитала все понял ничего сказать не могу когда человек слушает второй раз и он начинает у себя в голове все по полочкам раскладывать когда человек слушает меня третий раз он начинает сам себя проверять так это я правильно понял это я правильно а вот он как отсюда сюда перешел когда человек слушает меня четвертый раз он начинает уже меня проверять он будет володя ты прошла рассказывал не так как ты сволочь так ты уже знаешь о чем надо рассказывать а ну-ка к станку слушаю тебя классно получается продолжай а я пошел работать с другим человеком помните сказал что самое сложное под первые пятьдесят человек но как только вы научили одного уже бизнес делать вдвоем выучить изучили пятерых уже в шестером делать бизнес научили 200 человек 200 человек одновременно делают ваш бизнес даже когда вы спите они будут делать монголии в китае во вьетнаме и в мексике они будут делать его в россии и в молдавии украина и казахстан я грамотно излагаю спасибо огромное спасибо огромное значит ребята спасибо огромное потому что на самом деле ваша лучшая благодарность будет ваш новый результат как сказал это самая никита сергеевич хрущев он складывает ребята цели ясны задачи определены впереди у нас много работ товарищ так что за работа товарищи ваша лучшая игра вы Спасибо.